спасибо еще раз приветствую коллеги доброго рабочего нам полдня всем надеюсь полудня надеюсь все готовы не только слушать но и активно участвовать обсуждать поскольку я открыто и очень жду ваших мнений по той теме о которой я сегодня буду говорить для начала давайте наверное немножко совсем чуть-чуть расскажу о себе почему эта тема мне так близко почему она меня зауновало и почему она красной нитью проходит через всю мою профессиональную деятельность вот несколько фактов обо мне в 2001 году я закончила вуз и сразу начала работать преподавателем английского и французского языков в строительном колледже в городе Тулу в городе Тулу сразу скажу что мотивация там конечно была небольшая я столкнулась с тем что интерес к предмету ну где-то процентов у десяти может быть был другие же все делали для галочки особого интереса не проявляли я тогда впервые задумалась что же мне делать как же коллектив завлечь а далее меня пригласили работать на мою родную кафедру в Тульском государственном университете я закончила кафедру лингвистики перевода и отстояла семь лет университетских аудитории работала на разных специальностях и у психологов и у юристов и у наших родных лингвистов и тоже конечно сталкивалась с разными ребятами с разным уровнем мотивации затем профессиональная стезя моя немножечко изменила направление я работала в крупной исследовательской компании сначала аналитиком а потом начальником аналитического отдела и там уже сталкивалась совершенно с другими людьми взрослыми зрелыми профессионалами своей отрасли то есть обучала уже переводчиков которые пришли работать и остальных начальников отделов которые не знали английского но хотели бы знать особенно о чем говорит руководство руководство у нас на совещании говорила очень таким специфическим профессиональным жаргоном который пестрел вот английскими терминами поэтому у них была эта потребность изучать английский язык но возможности как всегда было мало сначала все очень были готовы потом дела семья работы и так далее тут я снова подумала как же мне людей замотивировать чтобы они продолжали ко мне ходить и все-таки достигли своих целей поскольку все мы конечно очень хотим очень много чего хотим но вмешиваются жизненные обстоятельства да и наша задача быть сильнее их а с 2020 года я в частной практике у меня партнерские отношения с одним частным образовательным центром в городе тули где я преподаю английский разным совершенно людям но в основном это школьники со 2 по 11 класс и с 2021 года я являюсь методистом ресурсного центра директ медиа разрабатываю и выкладываю курсы интерактивное задание в разных сферах разных профессиональных сферах это экономика и распространение и так далее но сейчас не об этом давайте потихонечку переходить к нашей сегодняшней теме начнем конечно же с того что определимся с терминологии потому что часто идет наслоение мотивация мотивы да частенько эти понятия подменяются но на самом деле мотивация это более широкое понятие чем мотив давайте разберемся вот у нас на слайде скажем так подчеркнута двойственность этого понятия и вот эта двойственность она у нас еще будет возникать в ходе нашего сегодняшнего мероприятия и так в чем же ее двоякость первое понятие да это система факторов то есть то что влияет на наше поведение да то что влияет на наше желание да добиваться какой-то цели да на саму постановку цели да и как процесс характеристика процесса который стимулирует поддерживает нашу наш драйв да на определенном уровне то есть мотивация это и процесс то есть система совокупность да вот каких-то действий которые мы предпринимаем для того чтобы достичь цели да мотивируем себя мотивируем студентов мотивируем учеников мотивируем вот или мотивация так комплекс как факторов да сюда входят и потребности и мотивы и цели и намерение и стремление и другое вот приходят к нам разные студенты разные ученики у всех какие-то свои мотивы к изучению нашего предмета ну в моем случае может быть у кого-то из вас это тоже откликается к изучению иностранного языка вот мотив это то что побуждает человека к действию да то есть если мы не знаем мотивов человека мы не будем грубо говоря знать на что давить да на что давить чтобы он все-таки в наш предмет предмет вовлекся чтобы все-таки он получил какой-то прогресс получил желаемый результат не зная мотивов мы как бы немножко слепы мы дезориентирован да следовательно самого начала нужно очень внимательно за ними понаблюдать посмотреть кто с какими мотивами и целями пришел да а для этого наверное нужно внимательно послушать а нажмите огонечек пожалуйста те кто начинает занятие в новой группе на новом курсе с разговора скажем так на свободной темы со знакомства со студентами и можете в чат написать вопросы которые вы обычно для этого задаете вот или вы посвящаете первый урок исключительно каким-то справкам напоминанием по темам да организационным моментом и прочим вот кто какие-то проводят скажем так warming apps то есть какие-то вот разминочки да айс брейка то есть техники которые позволяют разбить лед среди коллектива или между коллективом и вами вот делаете ли вы что-то такое а жду ваших реакций спасибо так а ну вообще я тоже так делаю да скажу честно потому что не все сразу приходят готовые учиться грызть гранит науки конечно им интересно на меня посмотреть меня послушать кто я что я я рассказываю себе и очень внимательно слушаю их кто ко мне пришел и зачем как общается как отвечает на вопрос насколько развернуто да кто-то например вот что-то буркнет в ответ зачем мне английский ну чтобы зачет сдать чтобы поставили мне там всю отметку зачетки да или в дневник и все мне ничего не надо вот и значит в принципе мы понимаем что у человека этого такая вот мотивация да другие приходят говорят а мы хотим посмотреть мир а мы хотим общаться с иностранцами а мы хотим вот как-то саморазвиваться читать смотреть сериалы там на иностранном языке мы понимаем что да с этими людьми мы будем работать уже немножечко в другом ключе на них воздействует другом ключе но все мы как бы в одной лодке в одной аудитории до собрались для того чтобы что прийти к определенному результату изучение иностранного языка да вот теперь давайте разберемся собственно с тем какие бывают мотивы зачем нам это понимать потому что действие человека конкретный да в отношении вас вашего предмета они из этих мотивов и исходят и направлены на определенные цели то есть каждый пришел в эту аудиторию с какой-то целью да который вот мы только что говорили немножечко теории да какие бывают мотивы широкие познавательные а есть такие люди которые вообще любят учиться очень любят узнавать все новое да у них как правило не одно высшее образование потом впоследствии да не одни курсы они заканчивают постоянно повышает квалификацию и не потому что надо кто-то сверху вот накапал на мозг да а просто потому что хотят это им нравится им нравится сам процесс а поставьте пожалуйста огонечек если среди вас такие люди мне бы очень хотелось верить что да потому что я честно говоря сама такая вот мне тоже очень нравится учиться изучать что-то новое несмотря на то что университетские годы у меня остались далеко позади вот супер нас много здорово так учебно-познавательные мотивы эти люди ориентированы на способы добывания знаний вот замечали ли вы что в каждом коллективе в каждой группе есть такие люди которые всегда знают что откуда посмотреть что где списать что где разведать то есть они моментально ориентируются в информации в предмете да вот внимательно слушают как правило они внимательно слушают ваши требования вот и очень очень внимательно относятся вот это также о том что они направлены их помыслы мотивы направлены на освоение каких-то конкретных учебных предметов да то есть то что для них является приоритетом вот это мне надо вот это мне чуть меньше надо а вот это так пусть будет да вот так же еще есть люди у которых высокая высокие такие скажем мотивы самообразования да они ориентированы надо приобретение дополнительных знаний вот не знаю вот были ли у вас таких конечно мало но я имею вот все время восхищаюсь они постоянно подходят просят какие-то дополнительные задания в какой книжке можно еще вот эту тему смотреть а где можно вот это почитать а вот смотрите мне дали вот такой вот справочник он хороший или нет вот можно не можно мне им пользоваться а вы советуйте вот этот словарик вот мне не все время вот просто я их очень люблю да они есть они есть и их надо вот беречь или лить как зеницу блока но как правило вот в каждом курсе в каждой группе они у нас встречаются так деятельность учебная она специфична тем что здесь очень тесно да как веревочка переплетены совершенно разные мотивы вот ученые классифицируют мотивы на внутренние и внешние сейчас мы будем с ними выяснять отношения да внутренние мотивы ну мотив достижения здесь понятно я хочу выучить иностранный язык язык да в том числе ради оценок в том числе ради получения диплома вот мне для диплома надо английский или для аттестата в школе да вот я его учу есть люди с преобладающим мотивом самоутверждения я хочу быть номером один я хочу заслужить похвалу родителей учителей да вот то есть хочу заслужить статус в обществе вот вырасту выучу английский и как повышу свой статус там продвинусь карьере и так далее мотив идентификации это о том как мы себя позиционируем вот например есть люди которые говорят я считаю что образованный человек не может не знать хотя бы одного иностранного языка вот обычно такое заявляют люди с доминирующим мотивом идентификации мотив афилиации то те кто говорят что а мы хотим общаться с иностранцами на иностранном языке мы хотим быть с ними на одной волне понимать их изнутри более глубоко мотив саморазвития эти люди хотят читать смотреть понимать чуточку больше они их немного но они есть вот такие вот умнички вот огонечками посигнализируйте кому такие попадались которые понимают что более широкий угол до обзора более широкий горизонт открывается когда ты получаешь информацию на нескольких языках не только на своем на родном на русском да мы слушаем наши СМИ читаем слушаем радио читаем газеты интернет и так далее но также когда мы можем прочитать какие-то посты на английском на французском и так далее да я вот вижу кто-то посигналил что согласен это здорово а мотив саморазвития но тут название говорит само за себя то есть духовное общение какой-то там не знаю вот скажем так придумал он себе комплекс мероприятий чтобы стать высокой развитой духовной личностью изучение иностранного языка туда попало вот поэтому он и и про социальный мотив это как раз вот про то что человек осознает социальную значимость изучение языка потому что язык нужен для карьеры язык нужен для определенной для определенных каких-то вот получения выгод да может быть не столь заметных да но долговременных скажем так какие-то он для себя вот эти вот финансовые выгоды видит может быть какую-то скидку получить потому что прочитал информацию на иностранном языке и разобрался как ее получить да вот эту скидку на что-то вот скажем такой общий такой широкий достаточно и внешне мотивы но посмотрите на них повнимательнее вот и мне кажется что только на одних внешних наверное успеха не сделаешь вот как вы считаете внешне это получение хорошей оценки получение стипендии подчинение требованиям преподавателей родителей да у всех наверно такие были да кто занимается репетиторством или на каких-то курсах работает вот приводит ученика он он не хочет он спрашиваешь зачем тебе английский а мне мама сказала вот мама сказала компьютера лишит если учиться не буду мама мама отберет планшет если не буду заниматься вот с такой мотивацией есть такие товарищи посигнальте если вас такие были я думаю огонечками отметить или что-нибудь напишите в чат плюс один например там или плюс два если их было много получение похвалы и признание товарищей ну возможно где-то в частных школах в лицах да очень круто когда ты отлично учишься да но есть такие школы и учебные заведения где учиться очень хорошо не круто вот где тебя за это могут даже цеплять да или может быть оставить в покое но если даешь списывать вот я с таким сталкивалась есть такие учебные заведения вот теперь давайте посмотрим какие отношения между этими мотивами и вообще зачем нам их знать мотивы наших учеников да хорошо когда они сочетаются да когда есть основа твердая из внутренних мотивов из одного из списка может быть из двух и больше и переплетаются они с чем-то из внешнего да вот получение хорошей оценки стипендии почему нет то есть если я сдам английский на 5 месте энди повышенная будет по диплом да вот но как правило человек который мотивирован только внешними вот этими вот мотивами он как правило вот в аудиториях на парах выглядит вот так вот да он как-то отчужден отстранен он сидит в телефоне или там ворон считает ничего не хочет делать то есть он такой пассивный да даешь задание вбрасываешь ребята активные которые они тут же начинают что-то делать до единицы но есть были и есть я думаю да вот это вот всем знакомо это вот как говорят наши студенты тоже за да это действительно вот наша повседневная рутин вот то есть для них это все как-то бессмысленно как говорится жизнь тлен заставили но сделаю не если не обязательно то и не буду делать вот таких вот товарищей у нас к сожалению много да вот и хочется конечно дать ему какой-то стимул да чтобы они у нас из этого как и батарейка да из минуса ушли в полюс плюс да потому что мотивация она может быть и положительный и отрицательный и от того какая какой он себе в голове вот задаст да вот эту вот мотивацию будет зависеть и те эмоции которые он будет получать в процессе да если мы будем думать если буду учить английский получу на экзамене отлично да я буду смотреть сериалы я буду читать книги я буду переводить все песни слета да то человек изучая повседневно вот это делает какие-то упражнения читает тексты слушая аудирование у него уже будет положительный заряд он будет положительно заряжен потому что я же иду вот к тому что сулит мне удовольствие да что сулит мне что-то положительное вот если человек заряжен если буду учить английский сдам экзамен меня не отчислят зачет получу будет он в таком случае получать удовольствие от процесса обучения нет он будет сидеть и вот как там вот собачка из предыдущего слайда страдать на уроках наша задача вывести его из минуса плюс показать что есть хорошего да а для этого что мы должны делать если вспомнить типологию мотивов до внутренних и внешних надо посмотреть что ему может быть близко исходя из его увлечений исходя из его каких-то жизненных ориентиров хоть за что-то зацепиться и на это немножечко надавить например вот ты же общаешься в чатах далее ты же играешь в онлайн игры там есть иностранцы да ты можешь с ними пообщаться на английском если он у тебя будет беглый пожалуйста ты можешь более эффективно играть ты сможешь там даже что-то выиграть до своей игре вот если будешь английский хорошо знать то возможно устроишься потом на более хорошую работу вот поедешь поездку и не будешь бояться отбиться от группы да не будешь бояться потеряться вот или например вот можно их зацепить заинтересовать вот я как был у меня такой случай в общем была такая достаточно пассивная группа они вроде что-то и делали но в основном сидели все вот с каменными лицами и в гробовом молчании то есть ну непонятно вот артисты говорят что мертвая аудитория такая пассивная вот что с ними делать вот расшевелила их скажем так серии таких маленьких неожиданных поворотов да вот смотрю некоторые в аудиторию приходили со стаканчиками с кофе да я как-то тоже пришла с кофе с термокружкой поставила на стол говорю вот за границу поедите в кафе будете вы сможете себе кофе заказать вот как будет два средних капучино с собой не сразу оживились а как вот я вам рассказала что сначала говорите количество потом объем medium small или large да как правило не все название вне зависимости от заведений к этим сводится размером и с собой или тига с собой тига будет по английски то есть вот вы это знали нет а мы не знали вот а еще что не такое расскажите вот пошло поехало конечно отклоняешься от темы занятий там вот календарно тематический план на 1 на 7 да давлеет давлел по крайней мере надо мной но такие вещи они не занимают много времени но они дают вот этот такой маленький стимул драйв пробуждает интерес к вам и к вашему предмету а также еще помогают такие вещи я часто им рассказывал о своей студенческой жизни да о том что мне нравилось что мне запоминалось а как мы вот эту тему проходили какие приколы там были в это время когда могут эту тему проходили вот например вот тема музыка у нас была тема музыка искусство там по английскому когда я училась мы приносили презента и презентовали свои любимые песни вот и я тоже предложил давайте как мы сделаем такое занятие вы при устроим битву фан-клубов до выберите там разделитесь на 2 на 3 группки не не выберите какую-то песню себе скажете почему расскажите на английском почему она самая крутая мы все послушаем заценим обсудим вот и победителям там например всей команды пятерки ну вот что то из ничего вот такого это все придумывается а списке тех презентаций которые мы сегодня открыли для скачивания с татьяной есть презентация под названием motivation tips я такую штуку показываю на одном из первых занятий и мы ее потом активно обсуждаем она такая вот достаточно эмоциональная там красочная довольно таки я и такого время от времени как меняешь что добавляю что убираю вот но она дает какой-то тоже определенный эффект да то есть нам наша задача что уйти от исключительно внешней мотивации немножечко к внутренней что-нибудь из этого списочка из левого что-нибудь из внутренней мотивации привить чтобы он такой вот больше не сидел у нас вот так далее вот результат опроса который несколько лет назад проводили среди студентов 150 студентов одного из питерских вузов и спрашивали зачем вы изучаете английский язык да какие у вас установки да если посмотреть на разделение по цветам на диаграмме то чтобы не отчислили и нужно по программе занимает на самом деле не так уж и не такую большую долю да в основном у всех был интерес у большей части был интерес то есть была какая-то внутренняя мотивация на саморазвитие хочу карьеру построить понимаю что надо да хочу общаться то есть афилиация саморазвитие пожалуйста и вот чтобы не отчислили и нужно по программе они все совокупно ну где-то процентов 20 я не знаю говорили студенты честно или привирали чтобы показаться лучше но картина маслом как говорится все-таки большинство изначально имеют какую-то цель и надо их поддержать в этом да в их саморазвитии в их скажем как карьерной ориентированности обсуждать вопросы карьеры да и делать например какие-то ролевые игры да в эйчаров и кандидатов можно уже этому место на старших курсах языковых специальностей когда они уже достаточной словарной запасами но можно попробовать и на более низких ступенях но тогда скажем так упростить сами вопросы да у нас в ресурсном центре в разделе готовые уроки есть курс английского сфере управления если есть желание зайдите потом посмотрите там есть материалы для проведения вот таких уроков там есть список каверзных вопросов для кандидатов есть статьи из разряда как успешно провести свое первое собеседование да что делать что не делать и можно вот на этом материале попробовать что-то построить и с ними провести точно знаете как-то будут доражит и настраивать и даже если вы выпили выбились из графика ну что-то не успели какой-то текст разобрать там и что-то потом можно отдать на самостоятельно они с большей охоты это сделают на самом деле запоминается вот эту студенческой жизнь студенческая жизнь я доска прочитаю что университетская рано самое классное самая прикольная была в жизни. И запоминаются как раз вот такие занятия, в которых преподаватель вот что-то такое эдакое делает. Хоть игру проводит, какое-то, не знаю, там, интервью, опросы друг друга студенты делают. Например, для социологов будущих можно сделать. А проведите опросы, анкетирование, а потом мы выясним. Вот они придумывают какие-то прикольные вопросы на ту тему, которую вы проходите. Транспорт, путешествие, где вы любите путешествовать или что вы любите читать, если это литература. И так далее. Можно поиграть в социологов. Можно поиграть в маркетологов. Придумать рекламную кампанию какого-то продукта. Вот, например, изучаете вы тему еда. А придумайте рекламную кампанию, например, вот маминых котлет. И вот они уже оживились, вот они уже роются в словарях, там что-то делают, предлагают какие-то идеи. Им самим это прикольно, это запомнится. А то, что там немножечко отошли от календарного плана, можно потом самостоятельно задать. Они с удовольствием вам все сделают. Ну, это, ну, как бы, я по моему опыту говорю. Вот. Я такой немножечко неформальный в этом плане человек. Чтобы создать эту устойчивую, положительную мотивацию, ученые считают, но я с ними об этом согласна, что нужна совокупность следующих трех пунктов. Это содержание учебного материала. Мы сейчас вот об этом чуть подробнее поговорим. Организация учебной деятельности и коллективные формы учебной деятельности. Но это пока чисто слова. Давайте вот посмотрим, что это означает для нас на практике, что это может означать. Чтобы ребята у нас устойчиво работали и добивались высоких результатов, показывали высокие результаты. Хорошая успеваемость, посещаемость и так далее. Какой же должен быть материал? Актуальный. То есть читать какие-то тексты из советских учебников, устаревших, там, про Питю Иванова, наверное, ну, не очень, да, им интересно. Познавательный. Познавательный, значит, они из него должны что-то такое новое для себя узнать. Да, вот, недалеко вчера начали тему путешествия. Вот, и я предложила девятому классу подсчитать про загадочную историю летчицы. Американка, по-моему, она американка была. Амелия Эрхарт, которая пропала в 1937 году и только недавно обнаружили обломки ее маленького аэроплана, на котором она собиралась совершить кругосветное путешествие и вылетела со штурма на месте. Куда они делись, остались ли они живы, непонятно, но на близлежащем острове были найдены там остатки их лагеря, пару пуговиц и обломок ножа. И мы потом вот прочитали и обсуждали, а что с ними могло случиться, да, а как было бы безопаснее путешествовать вокруг света. То есть вот уже сразу им становится так вот интересно. Все же любят разные истории, все любят додумываться. Достаточно иллюстрированный должен быть материал, да. То есть по возможности, конечно, все используют какие-то презентации, картинки. Вот надо о них не забывать, периодически их подключать. Дети это любят. Не только дети, но и студенты. И интерактивные, да, какие-то онлайн-тесты, да, которые вы можете делать и в Гугле. Ну, конечно, на это уходит время, да, наше драгоценное преподавательское, которого и так, в общем-то, катастрофически не хватает. Вот. Но такие вещи, они делаются, да, один раз, и потом вы можете их даже несколько учебных лет для нескольких групп и курсов использовать. Они будут вам служить очень хорошей службой, особенно если это тесты с автоматической проверкой. Вот. Будут очень экономить время. Я, например, отошла от таких вещей, как давать контрольную на весь урок. То есть по итогу урока давать контрольную на весь урок. Я скидываю ссылку на тест, они это делают, потом присылают мне скрины, чтобы не тратить время на это, оставить на что-то более интересное. Ну, по возможности. Я все-таки, ну, я не в школе работаю, да, поэтому я могу себе это позволить. Насколько вы это себе можете применить, ну, смотрите сами. Вот. Так. Дальше. Примеры источников, что я использую для дополнительных материалов. Группа ВК, а также сайт под названием «Мишки». Так называется, да, «Мишки». Для детей всех возрастов, да. Очень большое разнообразие каких-то распечаток, worksheets, также игр, созданных на базе PowerPoint, которые можно применять практически для всех грамматических явлений, то есть методистами сделано, в бесплатном доступе. все это находится, планы уроков, но это уже планы уроков, и материал для уроков на год, это уже как бы у него за денежку идет. Вот. А у нас в ресурсном центре есть, кстати, много, 13 курсов на данный момент английского языка, и порядка двух с лишним, две триста или две четыреста, две тысяч четыреста вопросов интерактивных онлайн, да, тестовых, которые идут у нас с автоматической проверкой. То есть можно их использовать вполне, и я призываю вас это делать. Ну, и, наверное, то, с чем знакомы уже все учителя английского, это вот эти вот ресурсы. ESL worksheets, ISL collective, да, live worksheets, а также word wall, постоянно его использую, то есть каждый урок буквально 10-15 минут я оставляю, дети очень это любят. Мы оттачиваем именно то грамматическое или лексическое явление, которое вот изучали недавно, да, или изучали на этом уроке. Для более серьезных, да, более взрослых, да, кто к экзаменам готовится, да, для студентов, которым надо большой объем запоминать слов, на них можно вот сделать быстренько карточки на Quizlet или найти чужие, это долго не займет, а как бы они все это для себя возьмут и сделают, им даже это интереснее будет намного. И вот верхний сайт egramma.org, там, скажем так, собрание ссылок, есть коллекция ссылок по разным материалам, в основном, конечно, по грамматике, грамматика разных уровней, там и B1, B2 есть, то есть можно что-то для дриллинга взять, да, вот для того, чтобы какие-то закоренелые, застарелые ошибочки у студентов убрать дополнительно, да, для тех, кто хочет делать что-то дополнительно. Так, ну, здесь, в общем-то, что предлагаем мы, это сайт нашего ресурсного центра, да, раздел упражнений топики, заходим туда, по требованию системы авторизуемся и получаем доступ к просмотру онлайн уроков готовых, да. В общем, это все работает у нас в формате песочницы, контента, откуда преподаватель может брать что-то дополнительно для уроков, для себя, или как-то самостоятельно строить на базе этих материалов курсы. Все они доступны для распечатывания, вот, тесты можно проходить, они у нас на платформе Moodle сделаны. Огонечком посигнальте, кому эта платформа знакома, я думаю, многим, вот, и кто делал уже свои курсы на Moodle, кто разрабатывал, кто ею пользуется. Посигнайте, пожалуйста. Так, хорошо. Вот как они выглядят, эти уроки английского, в виде кнопочки нажимаем. Каждая кнопочка ведет к какому-то курсу в разных сферах, да. Заходим в курс и смотрим, то есть что у нас там есть. У нас там есть тексты, аудио к текстам, некоторые тексты имеют в записи, есть в записи, так что можно использовать их для аудирования. Игры, кроссворды, веселицы и так далее. То есть текстовые какие-то упражнения, переводные, все вот это есть, все можно использовать. Так, ну и третий фактор – это организация учебной деятельности. Четко формулируем задачи. Что нам надо? Почему это важно? Потому что чем четче мы свои требования озвучим, да, свои задачи, тем меньше у них будет страх неудачи. То есть многие ребята, они боятся ошибиться. Свои засмеют там, или там двойку получу, мама отругает там, или вот опять у меня что-то не то, вот есть у некоторых такие немножечко заточены на какие-то вот неуспехи, неудачи, пессимистов. Вот им надо очень четко все объяснять. Вот делаешь так, ты получаешь вот такой-то результат. Четко ставим задачу. Вот, показываем практическую пользу. Если мы с вами выучим вот это явление или вот эту конструкцию, вы сможете объясниться на такую-то тему? Или вы сможете спокойно сказать следующее, да, например, изучая конструкцию «I wish», да, мы потом не будем думать, как же нам перевести с русского на английский «мне бы хотелось» или «жаль, что нет». Да, вот, пожалуйста, мы ее знаем. Вот, и для них надо постоянно вот эту пользу доносить. Чем младше, чем младше, тем чаще надо это проговаривать. Вот. Также очень важно создавать ребятам ситуацию успеха. Чем младше, тем чаще. То есть хвалим, говорим, какой молодец, вот смотри, это же у тебя уже прогресс пошел, да? Не прошло и двух месяцев, как ты вот это запомнил. Ну, без иронии, просто так вот положительно. У них создается, что да, я могу, да, пусть в составе группы, пусть с чьей-то помощью, но я могу. Вот. И уже появляется настрой на какие-то дальнейшие достижения. Вот. Я постоянно этим инструментом пользуюсь. Если вы хвалите своих студентов, то посигнайте как-нибудь. Даже со студентами так приходится работать с похвалой. Ну, а как же? Они, в общем-то, люди, которые недавно вышли из подросткового возраста, да, которые довольно еще такие вот уязвимые, некоторые дезориентированные. Вот. И им находиться без какой-то обратной связи – это все равно, что находиться в вакууме. Это как-то вот очень психологически тяжело. Да даже для взрослых. Я помню, когда вот работала в этой исследовательской компании, компанией «Медиаскоп» называется, я принимала на работу сотрудника, и на собеседовании он мне сказал такую фразу, которая мне прям, знаете, вот прям чиркнула внутри, вот прям, думаю, а да, действительно. Он сказал, вы знаете, для меня, что самое плохое, как для наемного работника? Я говорю, что? Это находиться без обратной связи. Я думаю, а действительно. Он не понимает, он работает хорошо или плохо, да, он двигается в правильном направлении или он идет не туда. И для студентов, для подростков, это вообще-то в 10 раз все более актуально и для них это еще более чувствительно, чем для взрослых. Тут даже взрослый мужик, 30-летний, мне вот об этом сказал. Что уж говорить о 17-летних детях. Вот. Конечно, почаще проводить какие-то вовлекающие мероприятия. Ну, празднуйте с ними праздники, вот как угодно. Новый год, Хэллоуин, там, если хотите. Там, если вы идеологически не возражаете против этого праздника, то просто многие считают, что, ну, не надо. При любой возможности делитесь какими-то вот впечатлениями, воспоминаниями. Они это очень любят, они очень любят вот эти вот истории. Вот. Конечно, надо, чтобы эти истории были релевантны к теме урока. Вот. А у меня вот так вот было, да. А я вот помню, когда в институте учился, я помню, вот этот доклад такой-то подготовил, мне сразу автоматом поставили. Вот. Что-то такое вот более какую-то живую такую нотку вноси. Просто посмотреть на них как на людей. Не как на студентов, которые вот пришли, они сейчас будут опять вот ерунду свои донимать. Нет. Они вот, они тоже люди. Вот просто к ним надо как-то сделать первый шаг. И они незамедлительно сделают свой навстречу. Может быть, не все и не сразу, но постепенно, постепенно разобьем лед. Я думаю, что получится. Вот как раз о чем я говорила. Это важность коллективной работы. Да. Мы, команда, втягиваем пассивных. То есть делим на группы для какой-то коллективной деятельности так, чтобы там были и активные, и пассивные. Вот. Конечно. И требования, и похвала. Не только же требовать. Не только кнут, но и пряник. Да. Хотя, как у нас в Туле говорят, метод кнута и пряника. Пряник, если черствуем, тоже можно бить. Вот. Но мы так делать не будем. Втягиваем пассивных, ставим их в пару с активными, пробуждаем соревновательный дух. А давайте попробуем. А кто будет первый, тот получит от меня вот такую плюшку, дополнительные баллы там, да. Вот. Или что им еще можно пообещать? Ну, зачет даже, не знаю. Развитие науков командной работы. Вот это уже просто вот в зубах застряло. Вот это вот team skills, навыки работы в команде. То есть везде это требуется. На работе требуется, да. Мы работаем на одном проекте, мы коллеги, мы команда. Если кто-то, какая-то часть механизма засбоила, успех общий под угрозой, да. И все это понимают. И чем раньше они начнут это понимать, тем лучше для них. Можно им и об этом сказать. Вот когда, видите, во взрослый открытый мир на работу, вот, вы увидите, что насколько вы важны. Вы можете даже этого не осознавать, думать, ну что я, рядовой работник, пришел от работы, ушел. Но нет. Если вдруг вы засбоили, как часть команд, да, вот, успех общий под угрозой. Вот. От вас очень многое зависит. Им надо об этом говорить, что они важны, что их успехи важны. Вот. Да. Я с вами полностью согласна. Вот. Так. В общем, работаем по возможности командами, да. Делим их. Если в Zoom работаете, делите на отдельные группы для обсуждения, для вынесения каких-то результатов, да. Сначала это будет подготовленная речь. Да, пускай они там что-то напишут, какой-то план опорный составят, а потом что-то презентуют. Вот. Пусть это будет что-то такое легкое, веселое. Вот. Но не скатываться в постоянное развлечение. Мы же не аниматоры, в конце концов, да. Вот. Но чтобы нам подготовиться к следующему мероприятию, нам надо изучить то-то, то-то и то-то. Вот давайте мы сегодня с вами этим и займемся. Вот. То есть чем быстрее мы отработаем материал, тем быстрее мы с вами поиграем. Ну, как с детками практически. Вот. На этом слайде контакты. Группа нашего ресурсного центра ВК. Там недавно как раз был материал. Я сделала обзор зарубежных практик Icebreakers. То есть это виды деятельности, виды занятий, которые хорошо заходят в новых коллективах, которые к вам только пришли, которые еще не сплотились. Или они сплотились, но вы их совершенно не знаете. И они не знают вас. То есть что можно поделать, во что окунуться, да, чтобы потом стать ближе друг к другу, лучше друг друга понимать, быть позитивно друг к другу настроенными, да, и получать более высокие такие результаты, да. Это вот наш канал Telegram. Там иногда дублируется информация, иногда я выкладываю что-то совершенно новое. И моя личная страничка ВК, заходите. Будем дружить. Вот. Там тоже я рассказываю о своей работе. Вот. Ну, в принципе, наверное, и все. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их задавать. Вот. И если вам зашла сегодняшняя тема, если хоть чем-то было полезно, я буду очень рада. Можете посигнать огонечком или что-то написать в чат. Вот. Спасибо большое за то, что меня сегодня послушали. Я надеюсь, это было интересно, навело на какие-то мысли и было полезно. Вот. Очень интересно. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо, Елена, что присутствовали сегодня, поделили ваше время, ваше драгоценное время. Так. Кто-то поднял руку. Спасибо. Спасибо, что пришли. Да. Скачивайте, пожалуйста, презентации, подписывайтесь на наши группы, на страничку. Вот. Будем дружить. В декабре у меня запланирован еще один вебинар. Следите за расписанием, за темами. Вот. Буду иногда появляться в эфире. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Продолжение следует...